вот тут я сделал такой как бы мег тут одна обмотка снимает цена резистора 68 килоом это вот качающая обмотка это другая обмотка на 40 килоом 40 ом резистора посередине магнит ну вот что я его выбираю что не выбираю никак это вот на эту ампитуду не влияет вот тут теперь 3.56 вольтов вот это желтое рмс среднее эффективное значение напряжение на первичный мод ток 62 миллиампер это 1 вольт 1 ампер потому что на диномный резисторе мерю и я уже смотрел что есть этот магнит что его нет что его выбрать все равно то само потребление не меняется может там что-то меняется но ничего в основном не меняется вот я рассчитал мощность входную и выходную это входная мощность 015 ватт а вот это выходная сумма двух резисторов этих выходная мощность 0146 ватт немножко меньше на выходе чем на входе и как бы никакой да нет подойдет от сену от генератора от этого вот я тут померил в дикфаст примерно от центра да вот сюда примерно по одинаково значит примерно 45 градусов немножко тут как бы больше поэтому вот тут 17 микросекунд а тут до середины тоже примерно не попал тут немножко меньше середины потому тут где-то и 48 градусов взял там уже там и меньше тогда тут побольше будет мощность вот это вольт-амперы это вольт-амперы как бы вместе с реактивной это только активная мощность на выходе на входе то есть вот еще заземление подсветил чтобы наводок было помешано еще нужно померить наверное чистоту еще можно замерить сопротивление вот этой обмотки это обмотка и сопротивление думаю там будет где-то 0 1 Ом или 0 2 Ом вот тут нужно не мелочиться вот этой обмотки это тоже вот это и более высоковольное померить можно сопротивление это вот 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 69 Ом, а так как тут килоом, а тут 68 килоом на нём резистор, так тут хоть один килоом прибав, хоть убав, там как бы сильно ничего, результаты не поменяются, поэтому можно пренебрегать эти обмоток сопротивлений всех, там на них много мощности не выделяется. И я предполагаю, почему нет никакого влияния, что магнит есть, что нет, то потому что как бы тут он очень слабый, и он как бы своим полем входит и в эту сторону, и в эту входит, и тут ещё очень много свободного места ходить полем, то есть магнетизм, и поэтому он всё равно находит себе путь, и как бы он не влияет. Вот я ставил, может нужен посильнее магнит, а вот я ставил вот этот магнит, вот этот магнит, он сильный очень, и у него он не помещается, он зазором у него, и был даже зазором, этот без зазора, вот я подобрал магнитики, что было без зазора, этот был зазором, и его когда ставить, ставился он, чем он ближе, очень сильно ток растёт, потребляемый, видимо, потому что проницаемость очень... очень сильно падает, то есть даже я могу приближить его и показать, попробую. паузу отожму, ток сделаю меньше, вот такой, я буду его приближать к этой серии, даже не обязательно его там вставить в середину, поднялся ток. Вот он просто тут прилетевший стоит, но он уже как-то всё кольцовывается, так более входит, там мешает немножко, а вот этот, даже так стоит, он ничего не мешает, может еле-еле там что-то мешает. Очень сладко. Вот когда эта обводка была не подключена, ещё тогда ток был потребления намного меньше, и тогда, когда магнит вставлял немножко, только параметры вот ухудшались, да. То есть употребление ток роста на выходе немножко, немножечко падало напряжение, и немножечко употребление ток роста, то есть ухудшалось. Вот он, когда бы подставил ещё вот этот резисток подключил, тогда он стал вообще никак не влиять. Вот такая синяя ампитуда этой паузы. И теперь вот такая синяя, туда поменьше тока. Может следовало бы с этим магнитом. Он тут немножко поменьше, чем от этой середины. Ну, говорю, вот есть сезон магнит. Ну, а то он всё равно намного сильнее воздействует, чем вот этот магнит. Вот чтоб магниты не пробились, он потом зарядили магнитами, и моментно вот так все сами подключил вправо. Ну, вот второй магнитный. Ну, всё равно намного. Ну, всё равно намного. Где его положить у меня? Тут, наверное, наш. Там уже. Этот. Этот магнит. Этот магнит. Немножко тёплый. Этот резисток. Вот если я закорочу эту обмотку. Вот так принимаю. И в ВИКФАС по моменту. Вот такой из ВИКФАС. Вот видно, что почти 90 градусов в ВИКФАС. А так где-то 46-40 где-то, вот. в ВИКФАС. И в ВИКФАС. И в ВИКФАС. Разные рассеты тут проводят. Снова я перегонировал. И вот на таком. Тоже тут, когда нет нагрузки, тут на холостом ходу с ВИКФАС где-то не такой большой. Тут на них много потерь. Вот на ферритовых там где-то ничего не греется. ВИКФАС где-то столько фуков там на перемагничивание. Вроде нет. Ну не знаю. В общем это может быть. Нужно смотреть. Не смотрю. Это мы только угадывали. Вот этот измерительный прибор показывает 0,30. То есть поверфактор 0,3. То есть значит где-то... уже на 0,4. Это где-то... Вот 45 градусов я покажу какой-то поверфактор. 45. Косинус. Это 0,7 поверфактор. Вот 80 градусов. Это 0,17 поверфактор. 70 градусов. Это 0,34. Вот где-то получается 70 градусов. Значит на этих трансформаторах там и обмотки, и всё там. Греется и сердечник. Особенно на неэффективных там вообще. А на холостом ходу вообще он там должен почти 0 потреблять. А 0 не потребляет. Покажу на каком-то трансформаторе. Вот на этом допустим. Какой тут поверфактор. А тут 23 поверфактора. Вообще тут хороший. Вот на этом. Ту-21 поверфактор. И не такой уж хороший. Ту-21 поверфактор. Ту-21 поверфактор. Уже 70 градусов. Значит здесь. Может ещё нагмотки. Там потери идут. Затоки фукоп. Поэтому такой большой сдвиг. Так, такой небольшой. Относительно. Тут срежется. Вот вообще тут мощность даже можно, это не нужно этот мат, в общем он такой нестолковый, в основном он только показывает сколько тут реактивки как бы идёт, вот так по Соболь. Чтоб высчитать сдвиг фаз, то нужно вот что делать, впервые нужно посчитать вот отсюда до до нулевой точки, сколько вот микросекунд, 27 микросекунд, потом посчитать весь период, отсюда опять до нулевой, то есть половина периода. И вот это, что получится поделить на это. И то, что получится умножить на 180, это и будет сдвиг фаз. Потом это делать с косинус и получится ковер-фактор. Вот не имея функции, которые замеряют сдвиг фаз, можно это замерить. Вот, например, тут такой синекласс на практике помогу показать. Вот 19,6 микросекунд. Вот тут 79. 19,6 поделись на 70,9. Получится вот столько. И теперь это умножить на 180 и получится сдвиг фаз. Получается 49 градусов. Вот я там и выбрал 48 градусов. Там еще была обмотка подключена на 68 килоом резистор. Но там он очень мало что-то потребляет, меняет, поэтому все примерно правильно. Вот я там проверял, но тут с большими магнитами тут тоже нет. Все, как утримашки, вот получилось. А тут вот все зазоры очень небольшие. Ладно, будем рассказывать. Вот это совсем другое дело было. Ну вот, очень у нас все равно нехорошо, что он не мерит. Какой-то у нас фео-то было бы в грифах. Не знаю, как франсек из филографии ли мерит. Если бы не знал, что мерит, то бы купил его бы. Каждый раз нужно вот так рассчитывать, чтобы он показывал. Сказал, видите, это примерно продлинительно, но уже даже сильно знает. Какой-то дневник фаз. Ну вот этот еще, что он как бы каждый раз не подстраивается у нас. Тоже не очень хороший. Главное, чтоб он там был. Вроде бы все он точно мерит. Как мне такое примерно, что на входе, то и на выходе. Никаких аномалий я не получил. Вот тут мерил на этом регистре. Тут 52-53 Вольта было. Поэтому этот десятионный, он уже резал фронты как-то. Этот вот на 10x щуп. Поэтому пришлось вот этот подключать на 100x. Ну тут это бонус получает. Если бы Ванте купил там такого бонуса нет. Там невозможно было бы примерить. Нужно было бы покупать щуп. Это не было бы самому делать. Но я вот тут уменьшил эту sample rate. Один M поставил. Чтоб тогда как бы меньше этих всяких шмоф. Тем более как бы точно показывали. Более красивый синусон. Только можно еще проверить тени. Правильно он покажет на 2-1 сигнале. Генератор. Вот должен быть 2 Вольта клетка. Что тут показывает? 2,2 Вольта. Может немножко тут неправильно откалибровал. Можно еще уменьшить самплево. Тут не один, а 10. Смотри. Чтоб он как бы более вот так резал. Ну и. Вот показывает. Вмакс 2 Вольта. Пик тупик 2 и 1 Вольт. Возможно я тут переборщил. А с этим вот добавка амплитуды. Сможно тут не надо ничего добавлять. Было все хорошо. Один поставлю. Пускай будет. Мой пик тупик 2 и 1 Вольт. Показываю. Ну и пусть будет может. Вмакс 2 Вольта. Вмакс 2 Вольта. Пик тупик 3 Вольта. Пик тупик 2 Вольта. Пик тупик 3 DLC. Мой пик тупик 2 Вольта. Пупик 3ast. Мой пик тупик 2. М Jobs 2 Вольта. Пик тупик 4 DLC. Мых Tracy� автоматы детский. Продолжение следует...